Если вдруг мы что-то вам обещали, то пришло время воплощать. Итак, говорили про психологические атаки, про какую зимню? Про психические. Психические. Психологические пока не будем. Да вообще про всё. Про всю вот эту вот маньчжурию, когда все переживают, нервничают, психуют. Вот, надо эти понятия вообще расставить. Об этом мы поговорим с нашей гостью. У нас в студии Татьяна Помрясина, семейный психолог. Доброе утро. Доброе утро. Мы вот так заявили панические атаки, да, но на самом деле паническая атака, это, так понимаю, какая-то верхняя уже степень состояния человеческого. Давайте действительно разбираться в понятиях, да, разделять эти термины, потому что паническая атака, вот вы верно говорите, это что-то большое. Когда я задаю вопрос, что вообще это такое у других людей, они не могут на это конкретно ответить. Паническая атака – это сильнейший испуг. Это локальный кризис. И вот я хочу, наверное, донести такую информацию до всех телезрителей. Это то, что от панических атак никто не умирает. Это факт. Это не смертельно. И при том, что атака – это на то она и так. Она пришла и завершилась. Это не борьба, которая остаётся как бы с человеком, может быть, надолго. Вот. Но, действительно, вот видите, даже я сейчас волнуюсь. Но это волнение. Это волнение, да. Давайте тоже разберём. На самом деле, ну вот я знаю за собой, что со мной не случится паническая атака, потому что я знаю, каким образом человек встаёт на путь тревожного расстройства, в принципе, это в первую очередь рождается в человеке какая-нибудь мысль, которая вводит его в состояние страха и ужаса. Ну, например, то, что… Давайте возьмём самый высший – страх смерти. Да, человек умрёт, он испугался этой мысли, и у него появилось симптом – учащённое сердцебиение. Симптом появился, появился страх по поводу этого симптома. Потом, ага, симптом увеличился, появился снова страх по поводу увеличения этого симптома. Ещё разочек, и там можно срикошечить действительно в паническую атаку. А как она именно проявляется? Как можно понять, что вот сейчас со мной произошла паническая атака? Это действительно учащённое сердцебиение, когда человек боится, что он сейчас может умереть. Потому что начинается удушье, как человеку опять-таки кажется. Но дело в том, что, смотрите, вот мысль, которая человека напугала, она фактологически не случится с человеком. Это иррациональный страх, который не случится с человеком, и поэтому человек в силе её остановить. Вот эту паническую атаку. Каким образом? Каким образом? Просто сказать себе «стоп», сказать «так, давай посмотрим сейчас на факт». Что сейчас происходит? Давайте на примере разберём. Вот есть страх иррациональный, есть рациональный. Вот, например, человек видит, что за ним бежит злая какая-нибудь лающая собака, он действительно начинает ускорять свой шаг, даже бежать и бояться. Это рациональный страх. То есть есть факт наличия этой злой собаки. Но есть, например, человек идёт, и он боится, что вдруг за ним начнёт бежать, например, какая-то злая собака. И вот тут-то начинается тревога, да, то есть мысль родилась, пошло учащённое сердцебиение. Уже человек боится собаки, да он уже забыл про эту собаку. Ему страшен тот факт, что с ним сейчас происходит. Учащённое сердцебиение. Мы своим испугом ещё больше переживанием увеличиваем это сердцебиение, снова начинаем этого нового факта, себе бояться и так далее. Тот же самый страх перед экзаменом. Боимся экзамена, думаем, что сейчас что-то там очень серьёзное произойдёт, начинается учащённое сердцебиение. Нет, всё. Человек уже не боится экзамена, он боится всей этой красоты, которая начинает происходить сейчас в его теле. То есть это не просто переживание, это как раз та самая паническая атака. Это путь к панической атаке. А все люди, вообще все абсолютно подвержены паническим атакам, или только люди, у которых есть, например, непорядки со здоровьем? Ещё раз просто хочу разделить, да, вот непорядки со здоровьем – это не есть, так скажем, симптоматика для панических атак. Вот вегетососудистая дистония – это вегетососудистая дистония, это не паническая атака. Инсульт, инфаркт – это инсульт, инфаркт, это не паническая атака. Ну вот паническая атака может случиться в какой-то ситуации экстренной, да? То есть, например, человек сильно напугался, ну, я не знаю, там, авария это произошла, или ещё что-то, и с ним случилось паническое атака. Конечно, я говорю, это сильнейший испуг. Это сильнейший испуг. Который может быть моментальным и, в принципе, конечным. Просто важно сегодня, действительно, конечно, потому что мы все сегодня тревожные, ввиду вот 2020 года, когда у нас началась, да, эта общая тревога по поводу пандемии. И, давайте не будем этого отрицать, и, следовательно, просто погружаться, изучать эту информацию, ответственность каждого гражданина сейчас, потому что действительно влияет на психологическое состояние человека. Обращаю внимание, что страшны не сами панические атаки, страшны то, что человек начинает изменять свою жизнь, да, свой быт жизни ввиду этих панических атак. Мы с вами продолжим этот разговор сразу после того, как расскажем о том, каким образом с юных ногтей детей приучают к, ну, новому для нас, наверное, направлению. Это и боевое искусство, и танец в то же самое время, капуэра. А когда ты уверен в себе, вот как только что и сказали в нашей рубрике, тогда тебе панические атаки точно не страшны. Да и вообще ты не будешь ни паниковать, и депрессия тоже, это не твоя история. О панике, панических атаках и панических настроениях. Сегодня разговариваем с семейным психологом Татьяной Помрясиной. И вот мы уже рассказали о панических атаках, но есть еще и люди, которых некоторые называют паникерами. Что такое вообще паника? Ну, начну тоже с определения тревожное состояние. Это то, что когда человек глубоко убежден в какой-либо опасности, которая никогда с ним не случится. И вот паника – это тоже увеличенное вот это тревожное состояние в несколько раз. Когда он чего-то боится, что никогда с ним не случится, да, но в этот момент у него еще отключается логическое мышление, который объективность, теряется объективность, да, связь с реальностью, и человек действительно начинает практически за уши притягивать те факты, которых никогда с ним не произойдет. Ну, а вообще, вот, допустим, во время массовой паники, там, какое-то событие происходит, можно ли как-то технологически себя, да, там, отделить от этой толпы людей, или тут уже неизбежно ты попадаешь в эту волну? Ну, давайте вот на примере, например, тоже нашей сегодняшней ситуации, да, которая сейчас происходит во всем мире – это пандемия, это вакцинация и так далее. В первую очередь, любое лекарство от панических атак, вообще от состояния тревожных расстройств – это знание, как вообще… Это знание, как вообще запускается процесс, как человек встает на путь вот этого тревожного расстройства, как он сам себя… Обращаю внимание, паническая атака, она не случается с человеком, потому что ее якобы нельзя контролировать. У человека случается страх потери контроля, и вот он сам себя накручивая, действительно, себя переводит в состояние панической атаки. Поэтому, конечно, это знать, понимать себя, знать свои… знать свой психотип, да, что я там склонен к таким-то моментам, склонен преувеличивать, и, следовательно, я буду оберегать себя вот в этом и в этом, да. Или, например, я обязательно научусь техникам саморегуляции для того, чтобы в какой-то момент, да, помочь себе восстановить связь с реальностью. Вот знаете, вот мне кажется, все звучит как такая глубокая теория, но на практике как это вот возможно? Ну, действительно, вот прямо сейчас с тобой ты чувствуешь первые признаки этого состояния. Что нужно сделать? В первую очередь, это вот мне очень нравится практика стоп, да, когда мы сами себе говорим, да, например, «Татьяна, стоп!» Что происходит? Фактологически. Мы сейчас давай найдем, есть ли предметы, люди, которые угрожают твоей жизни. Нет. Да, все хорошо, да, вот это страх камеры, кстати, тоже такой вот момент. Нет, никто тебе не угрожает. Хорошо, выдыхаем. Тогда что с тобой сейчас происходит? И давайте вот на примере экзамена, да, ведь человек на самом деле боится не экзамена, а то, что произойдет после. Вообще паническая атака – это страх последствий. Ну, вот, например, я боюсь экзамена, вдруг я провалю, вдруг у меня будет два, и все, и начинается, да, поток человек попадает, и как бы его уносит в паническую атаку. А потом он говорит, слушай, ну что произойдет? Вот я получу два. Что будет? Он говорит, да, ну, в принципе, пойду на пересдачу. Окей, если пересдача невозможна, ну, наверное, мне придется завершить обучение в этом институте. Жизнь заканчивается на этом? Нет, ну, наверное, пойду работать, а может, не пойду, а может, я приду в этот институт. И то есть мозг понимает, жизнь продолжается. То есть переключить именно с тех мыслей, о которых ты думаешь, переключить на другие, посмотреть другие возможные варианты. Исход событий-то, да, и действительно, жизнь, мозг опять-таки понимает, что жизнь продолжается, ничего страшного не происходит, мы будем жить, ну, все, выдыхаем, все, просто идем и сдаем экзамен. Татьяна, знаете, как еще переключается мозг очень быстро? Давайте делитесь об этом. Особенно у ведущих. Когда ты видишь что-то вкусненькое, когда ты знаешь, что приготовить себе на десерт. Новый рецепт у нас будет сейчас в рубрике. Сладкая всегда является антидепрессантом, мне кажется, да? Я вообще не знаю, как можно говорить о какой-то депрессии, о панических атаках после того, когда ты знаешь такой рецепт. Все, тебе ничего не страшно. В гостях у нас семейный психолог Татьяна Помрясина, и мы вот говорили сегодня уже и о панических атаках, и о тревожных состояниях, но вот каждый человек сталкивался с тем, что заканчивается какой-то большой праздник, например, новогодние каникулы, или отпуск большой красивый. И вот такой наступает эмоциональный спад, и некоторые даже погружаются в очень грустное состояние. Можно ли его как-то скорректировать? Ну, конечно, да. Вообще все, чему мы отдаем большее значение, чем я, да, то есть чем моя собственная жизнь вообще, да, центром которой я являюсь, оно действительно вызывает тревогу, потому что что, кто-то появился более важнее, чем я? Например, новогодний праздник? Это что это такое вообще? Что происходит? И тогда, когда вы... Да, действительно, мы делаем ряд определенных действий, но я планирую далее. В январе я могу устроить большую встречу с друзьями, или, например, у меня будет еще февраль и март. А как я буду праздновать те праздники? И когда я знаю, что за этим праздником моя жизнь, еще будет много праздничных, веселых моментов и встреч, то есть прошел праздник, и я уже начинаю параллельно испытывать такое послевкусие и предвкушение уже, да, то есть... Мы сейчас все продолжим, вынуждены срочно уйти на небольшую паузу. И вот мы вернулись, и теперь спешим вместе с Татьяной Побрясиной, семейным психологом, закончить эту тему. Итак, мы уже выяснили, что чтобы избежать вот этого какого-то стресса после больших праздников, после больших каникул, нужно планировать что-нибудь вперед, радостное и хорошее, чтобы у тебя был такой маячок впереди, да? Да, это действительно так. И все, чему еще раз повторюсь, мы отдаем большую важность, чем я, да, в этой жизни, конечно, это вызывает у нас тревогу, поэтому нет ничего важнее, чем вы, ваше состояние каждый день, и поэтому заниматься собой важно тоже каждый день. Потому что жизнь продолжается, правильно? И нужно все время что-то планировать, ставить цели и достигать их. И она очень интересная. Вообще, мне кажется, что люди в последнее время разучились радоваться. И именно вот это ощущение радости, которое всегда поддерживает тебя, вот его вот как-то вот надо вот где-то найти. А еще говорят, что радость, она зависит от удивления, то есть нужно удивляться простым вещам, которые происходят с тобой каждый день. Улыбнулся кто-то? Удивись. Надо же, улыбнулся? Ого, друзья, сегодня мы разговаривали с семейным психологом Татьяной Помриасиной, много вопросов разобрали, можно опять же в повторе посмотреть у нас в группе ВКонтакте. Ну а мы, наверное, сейчас заглянем в календарь и посмотрим, что там у нас, какие исторические события были именно 19 января. Спасибо.